Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Певненко. Сегодня у нас в гостях первый заместитель председателя Совета депутатов городского округа Люберца Александр Леонидович Шлопак, который очень часто приходит к нам в гости. Но Домененко не было, и вот хочется поговорить. Здравствуйте! Добрый день, уважаемые телезрители! Очень соскучился я по люберецкому телевидению. Вот поэтому мы соскучились. Очень рад вас видеть. Будем сейчас общаться? Ну, как всегда, депутатские вопросы, потому что я говорил вашим коллегам, что даже депутаты Госдумы ушли в отпуск такой официальный, тем не менее работают на местах, как они отвечают. Я так понимаю, что у депутатов, в общем-то, по большому счету, отпуск даже есть. Все равно он все время то ли на телефоне, то ли если тут находишься куда-то, нужно кому-то. То есть депутат 24 на 7. Это правда? Да, это так и есть. 24 на 7. А потом у нас в Совете депутатов, основная масса депутатов, это не на постоянной основе, поэтому у них они все привязаны к основному месту работы. И отпускание могут получать только на основном месте работы. А депутатская деятельность у нас не прекращается никогда. Никогда. Да, как вы говорите, 24 на 7. Это так и есть. Ну, тем более, год особый, 400 лет Люберцам. Такое большое событие. И еще мы недавно с Борисовичем Новиковым общались здесь по поводу выборов, которые у нас будут три дня, 8, 9 и 10 сентября. Ну, так называется, единый день голосования. Но мы начнем, как всегда, с нашей депутатской деятельности. Наверное, все-таки, как первый заместитель председателя, как вот летом вы держите связку всех депутатов, которые все-таки кто-то куда-то поехал, кто-то здесь на месте остается. Продолжается у вас какое-то общение? Собрания, может, проводятся какие-то? Ну, у нас сейчас летом в этом году очень активная деятельность. У нас, во-первых, депутаты, члены фракции «Единой России» и привели отчеты перед избирателями. И получилось так, что в среднем на одного депутата около 11 отчетов. То есть это проходили с 20-го... А то есть это не один отчет он делает, а разный? Да, но с 20 июня по 20 июля. Вот в среднем получилось 11 отчетов. То есть задача депутата, каждого, была покрыть максимально свой округ. То есть у нас же округа есть большие по территории. То есть не в одном месте выступить где-то, а в нескольких. В нескольких местах, да. Поехать туда, здесь с одним коллективом встретиться, с другим, с жителями, где требуется. И перед ними отчитаться, рассказать о своей деятельности. У нас было подготовлено... Депутаты выступали... Вот у меня была подготовлена, допустим, презентация. Где была возможность, я ее показывал. То есть везде... Ну, это очень удобно. Почему? Потому что депутаты пошли поближе к народу, как говорится, в данном случае. Потому что одно дело, когда выборы, а другое дело, когда показать, что сделано. То есть отчетность – это очень важный такой этап. Вот. И это как бы на уровне фракции. То есть депутат не мог от этого как бы отказаться. Ну, вообще по закону у нас каждый депутат должен отчитываться. Я говорю на данный момент про фракцию, про нашу. То есть это вот депутаты отчитывались. И сейчас в ближайшее время, мы 7 августа, будем встречаться с жителями в дворах, общаться с коллективами, с трудовыми. Набирать новых задач. Ну, будем общаться, говорить о том, что сделано. Ну, непосредственно то же, что было сделано, решать те или иные вопросы, которые будут поступать от жителей. Ну, а вопросы поступают. И, как вы понимаете, мы продолжаем всегда, когда приглашаем депутатов, а сдаем вопросы, с чем сейчас приходят жители, какие вопросы их волнуют. Мы с вами давно не виделись, так что рассказывайте. Ну, вопросы разные. Сейчас мы очень активно оказываем, вот мне хотелось бы обратить внимание, поблагодарить своих коллег. Мы оказываем помощь всеми мобилизованным. И непосредственно, ну, сначала было много вопросов, когда мы только взяли, это была зима, еще тогда осень. Непонятная логистика. Осень, зима, было очень много вопросов, я помню. Но вот сейчас постепенно, постепенно, постепенно получается так, что с данными семьями мы уже там с многими сдружились. Вот есть прямые телефоны, контакты, они звонят, мужья, когда приезжают, мы с ними встречаемся, навещаем их. Это первый момент. А что касаемо жителей, которые у нас поступают, вопросы, ну, они как всегда были традиционные, это вопросы ЖКХ, то, что касаемо коммунальных платежей. Ну да, с 1 июля у нас же изменились. Да, вот вопросы. Не все знают об этом. Да, идут поступления. Ну и, конечно, второе, это личного характера уже, которые люди там где-то уходят какие-то вопросы. Но я так понимаю, что вот то, что личного характера по-прежнему, если вопрос действительно, ну, давайте назовем его стоящим с точки зрения, что да, человек нуждается в какой-то помощи, тут, наверное, есть возможность подключить вот эту депутатскую вертикаль, потому что у нас отчитывались здесь и депутаты Московской областной думы. То есть насколько у вас сейчас с ними выстроена работа по-прежнему? То есть контакты есть и с областной думой, и с государственной думой? Да, конечно. Мы, во-первых... Тем более фракционная составляющая. Ну, фракционная составляющая, мы, у нас депутаты Совета и депутаты областной думы, мы проводим совместные мероприятия еженедельно. Еженедельно? Еженедельно. То есть это не ежедневно, это еженедельная работа. Бывает, ну, это еженедельно, это не значит, что один раз в неделю. Это сразу же хочу сказать. Прежде всего, это совместные приемы. То есть, когда приезжает депутат областной думы, мы выезжаем на территорию, там присутствует местный депутат и проводим совместные приемы. Второе – это посещение семей мобилизованных, о чем мы говорили. Третье – это контроль муниципальных и государственных программ, которые у нас есть, мы вместе совместно с ними. Это мы отдельно делаем и совместно контролируем. Тем более, я так понимаю, что эти программы еще куда-то вносятся, потом эта информация у вас внутри фракции, чтобы было видно, кто чего выполнил, кто чего не выполнил. Ну, конечно, мы это все анализируем, мы ходим, контролируем. Тех же приемка школ, у нас сейчас детские садики, депутаты муниципальные ходят контролировать месяц. А как вот эта приемка школы идет? Сейчас не приемка, а идет строительство школы. Строительство, например, как контролируется? Приезжаем туда, приезжает прораб, который строится, представитель с администрацией. Приходим, смотрим, какие выполнены работы, какие не выполнены. Есть какие-то проблемы? Есть какие-то проблемы, нужна ли какая-то помощь, сколько человек на объекте работает, и мы там, допустим, приходишь, и видно количество... Никто не работает, например. Бывает же такое? Нет, такого не бывает. Не бывает. Все у нас, да. Где-то нужно увеличить, что будет сделано, с чем нужна помощь. Вот такого плана ездим, контролируем, задаем вопросы, где здесь, где надо включение наше. Вот они говорят, вот это просим вас включиться, там помочь, ускорить процесс какой-то еще. Мы включаемся совместно, большой командой. Понятно, хорошо. Еще такой вопрос, возвращаясь к теме приема, да, мы не сказали еще, работы много, но, тем не менее, прием же, он идет постоянно, каким-то образом у вас выстроен сам прием граждан, либо живьем, скажем так, либо в онлайне, как, напомним, давайте. Ну, вы знаете, смотрите, во-первых, можно через соцсети писать какие-то вопросы. Есть социальные сети, это 21 век, сел, написал, депутат видит, дает ответ. Но некоторые думают, что это он пишет какому-нибудь роботу. Нет, у нас все депутаты открытые аккаунты, все ведутся у нас. И я вот могу сейчас открыть свой аккаунт, давайте сейчас, например, покажу. Вот у меня телеграм-канал, допустим, пример, вот я зрителям, вот у меня есть телеграм-канал. Вот есть мой, я сейчас себя найдем, вот я захожу, вот мой телеграм-канал. А как так и называется? Александр Шлопак, да. Вот я здесь, вот в школу мы ездили на 825 мест, к примеру, посещение картины, вот проверка памятника, я ходил в последний раз, центр гумпомощи. То есть это вы даже, можно сказать, ведете такую ленту, как бы, и задач поставленных, выполненных, и которые... Ну, конечно, вот проверил ход строительства эстакад на Октябрьском проспекте, да, вот тут же, тут, и тут же описываю, что... О, давайте, проверил, и что? Ну, что обещали 7-го числа все запустить. Я там недавно стоял. Ну, вот обещали 7-го сентября запустить эстакаду. Сейчас там увеличивается количество, уже 300 человек работает на данный момент, и в ближайшее время еще 50, то есть количество народа будет нагоняться. И поэтому все это будет сделано, то есть мы держим на контроле, я вот реально могу вам сказать, 7-го сентября. Единственное, будут два пешеходных перехода, это здесь вот непосредственно, вот так называемого креста, вот так называемого, это перекресток, где эффект, кто не знает. И вот единственный, один пешеходный переход из них, он будет сдан чуть позже, чем 7-го сентября. То есть пешеходный переход, который будет у Макдональдса, бывшего, где стоял, там будет он сдастся вместе с эстакадой. А второй пешеходный переход, который вот здесь у креста, он будет сдан чуть-чуть попозже, по-моему, не 7-го сентября, а там сроки, вот чуть-чуть там, они сдвинутся. То есть 7 сентября должен поехать в проспект. Да, должен. Вы должны сесть на свой автомобиль и прокатиться. И с ветерком. Ну, это я же не знаю, как с ветерком или без, как вам больше нравится. Но работать будет, да. Я почему перехожу сейчас, мы обсуждаем и с представителями, и управляющих компаний, в общем, все, кто так или иначе отвечает за дороги, начиная от придомовой территории до федеральных, за что никто в данном случае не отвечает, кроме федералов. Но, тем не менее, Октябрьский проспект, все-таки продвинулась история. Но вы как депутат и как еще и заместитель председателя, тема дорог, она же у нас очень серьезно обсуждается и наблюдается, что сейчас происходит в этом направлении. Потому что есть и М5 Урал, есть еще и многие другие. Как у нас с дорогами идет работа? Сделают Октябрьский проспект, что дальше будет? Дальше будет второй, третий этап. Единственное, только я сейчас не готов сказать точно по сроку. Я не по срокам, но, в принципе, дорожное строительство вы как оцениваете? От маленьких тротуаров до трасс, которые уже федералы. Ну, вы знаете, вот, допустим, сейчас будет запускаться трасса в ближайший определенный период времени. Это Южно-Латкаринская дорога, автострада. Представляете, она будет идти из Жуковского, да, видно. Люди, которые ездят на дачу в Раменске, ну, у кого есть участие, там, или по работе, или там ездят, видно, вот тут Москва река течет, да, это они объезжают, либо через МКАД едут, либо едут отсюда, ну, к примеру, так, либо отсюда едут через Октябрьский, дальше вот через Ново-Рязанку, а потом уходят на… А там все едут. На Волгоградку, все едут, там и машины, и грузовики, и так далее, и все, и скорость падает, конечно, и, во-первых, и пробка здесь нарастает. Как эта дорога сделается, вы выехали здесь, раз, буквально вот здесь у нас, вот, в Томилино, и тут же вы уже видно, 10 минут. Сейчас откроется объездная дорога, вот уже заканчивается, в этом году обещали доделать объездную вокруг Октябрьского с мостом, пожалуйста, тут же раз, выехали, Октябрьский объехали, и уже все пробки. Да, вот эта работа по дорогам, она, ну, понятно, опять же, есть региональные дороги, есть федеральное назначение и так далее. Она, понятно, что и депутат Совета депутатов, но каким-то образом принимает участие, потому что есть администрация, да, есть министерство, то есть много всяких людей, которые этим занимаются. Но все равно же люди сообщают, что вот нам бы хотелось бы, чтобы как-то что-то… Ну, смотрите, депутат, к которому, допустим, на местах обращаются люди, положительный полицейский, ну, летает машина. Пример. Да, выхожу из подъезда, у меня тут машина прилетела, окажется, 100 км в час. Да, да, да. Тогда идет обращение в адрес депутата в любом угодно форме, мне вот, кто из моих жителей, могут по телефону звонить, я сразу же отвечаю им. Ну, как бы, что смысла писать письма, когда мне позвонили, сказали. По понедельникам в администрацию проходит безопасность комиссии во безопасности дорожного движения. Депутат приходит сразу, чтобы не откладывать в долгий ящик. И тут же вопрос задает, вот мне там обратились, я прошу, вы смотрите, комиссия собралась, да, это можно. Раз, там, распоряжение готовится, все, включение в план установки лежачих полицейских. Это как один из примеров. Сейчас мы сделаем небольшую паузу. Напомню, что у нас в гостях первый заместитель представительства депутатов городского круга Люберцы Александр Лопак. Дождитесь продолжения, есть еще много вопросов и будет много ответов. Напомню, что эта программа «Открытый диалог». У нас в гостях первый заместитель председателя сета депутатов городского круга Люберцы Александр Шлопак. Говорим о депутатской деятельности. Ну и так как вы являетесь первый заместитель, вы же еще немножечко все-таки руководите всеми депутатами. Возвращаюсь к, напоминаю, вернее, нашим телезрителям, что это же у нас как бы сейчас молодой еще депутатский корпус сформирован совсем недавно. Сейчас будут еще выборы губернатора совсем скоро. Как вы оцениваете в целом работу как первый заместитель? Все ли справляются? Или кому-то нужна была, можно без имен, но кому-то там дополнительная помощь нужна, направлять кого-то. Или все, так сказать, в деле? Ну, во-первых, я не руководитель всех депутатов. Но вы первый заместитель. Первый заместитель – это просто должность, статус определенный, в который меня также мои коллеги наделили меня. И я представляю их. Я являюсь руководителем фракции «Единая Россия». Давайте про фракцию. Да, вот здесь будет более так, чтобы телезритель, чтобы они понимали. Во-первых, что касаемо фракционной работы, я жгу, у нас были отчеты, это же все по линии фракции приходило, количество. Сейчас мы планируем встречи во дворах проводить. И коллеги, конечно, принимают активное участие. Я, честно говоря, даже сам был немножко удивлен в том плане, что они включаются в процесс, как это, как лучше сделать, как то, какие-то вопросы поступают. И включенность, скажем так, коллег я бы оценил на отличный. Да, то есть таких растерявшихся нет из новеньких, которые пришли. Да нет, все нормально. Сейчас лето, и понятно, что 400-летие. Вот осенью оно будет отмечаться, и, опять же, напомню, будут выборы. Я почему все время на этом делаю акцент, потому что для городского округа это всегда серьезная история. Но, помимо всего прочего, когда мы говорим с разными депутатами разных регионов уже самого городского округа, идет не только работа с ЖКХ вот этими проблемами, и парки, благоустройство парков идет, и выполняется губернаторская программа. Вот я хотел спросить, сейчас есть какие-то планы еще на осень? Какие-то, вот вы говорите, что в августе у вас будет встреча с гражданами, где вы, опять же, что-то расскажете о проделанной работе, наверное, собираете каких-то новых наказов, потому что они есть. Есть еще что-то в планах? И когда соберется уже совет депутатов, после летнего, скажем так, паузы? У нас сегодня был совет. Даже... Мы сегодня собрали. О, не совет, сегодня у нас были комиссии, совет будет у нас 2-го числа. Вот, так что мы сегодня уже комиссию, они уже включились в работу. И у нас работа-то не останавливалась в плане фрикционной, а что касаемо и норматорической деятельности, все уже в работе. Ну, а когда осенью, получается, будет уже выход из... У нас отпусков не бывает. Не бывает. У нас, да. Отпуска, чтобы мы понимали, это у тех депутатов, допустим, у Госдумы. У них все депутаты, они, ну, скажем так, условно, такое слово я скажу, чтобы было понятно, они на постоянной основе. И они получают зарплату за то, что ходят на работу, за то, что приходят в Госдуму. Вот у них есть сессии. Есть сессии осенней, есть весенней. Весеннее закончилось, депутатский корпус, весь как бы, он уходит в отпуск. Да. После каждой сессии. У нас в Совете нету такого. Поэтому мы работаем 24 на 7. Понятно. Я понимаю, что 400 лет – это такая у нас будет, как бы немножечко все держится как некий сюрприз и так далее. Пока даты не будем называть. Но, тем не менее, праздник этот пройдет у нас в том или ином варианте. Тем более, вы говорите, что 7 сентября у нас откроется стакада. Это уже сам по себе праздник. Ну, планируется это, да. Да, не бойся. Я не могу сказать, что 100%. Ну, в сентябре, давайте так говорить, откроется. Вот. Уже есть какой-то план проведения 400-летия? А он будет только вот осенью, либо оно продлится до конца года? Смотрите. Оно уже, в принципе, идет. Да, вот я хотел сказать, что есть план подготовки и проведения 400-летия. Он уже возглавляет, есть создан определенный штаб. Штаб, да, ну, скажем так, штаб. Этот штаб возглавляет почетный гражданин города Люберцы. Это Николай Ресторгуев, руководитель группы Любе. И, соответственно, план подготовки, оно уже идет на мероприятие. Если вот вы въедете в город Люберцы, то 400 лет здесь, тут, там, везде, на каждом углу, да. И заводы. Наглядная агитация. Наглядная агитация. Петр Первый папашный завод сделал, открыл, да, в Балятино. Юрий Алексеевич Гагарин. Ну, это уже поближе, да. Это все известно. А вот там далеко, даже я какие-то моменты для себя почерпнул. Потом у нас сейчас есть, вы видите, развешанные портреты героев. Вот я до ненавнего времени почти 7 лет возглавлял отделение молодой гвардии здесь. И мне очень приятно, что наш молодогвардеец Матвей Смирнов висит на Октябрьском проспекте возле школы номер 7. Это где спортивная школа. И он является нашим, ну, скажем так, героем. Во-первых, почему? Потому что он с того года, вот, когда началась специальная военная операция, он еще в мае месяце поехал туда, в Мариуполь. И там больше месяца как раз вот эти последствия, как только все закончилось, он принимал непосредственное участие. И сейчас он постоянно там, оттуда не выходит. Я вот его, мне вот, я за него горд, и вот, и то, что его портрет висит здесь, это вот как раз гордость за наши города Люберцы. Ну, и, соответственно, все, кто висят, да, если каждого там кто-то не знает, можно, как говорить, таком модном слове. Все имеют отношение к Люберце. Да, посмотреть. У меня еще такой вопрос. Когда была пандемия, она, такой был всплеск волонтерского, добровольческого такого движения. Сегодня волонтерское движение по-прежнему существует. Там помощь старикам, опять же, помощь участникам операции. Конечно. Все это есть. А кто регулирует? Это фракционная какая-то сейчас работа идет? Нет, ну, фракционники, это депутаты. У депутатов есть помощник, который помогает, волонтеры, которые... У нас есть волонтеры Подмосковья, определенные организации, которые здесь... Она работает, она существует. Она, конечно, работает. У нас есть молодая гвардия Единой России, которая тоже помогает, она тоже волонтерит. Есть молодежный парламент при Совете депутатов, который тоже помогает работать. Есть отделы по работе с молодежью, которые непосредственно этим и занимаются в том числе. Но я вот всегда говорю так и выступаю, много направлений молодежи, но у нас молодежь, я ее не делю никогда. Вы сейчас конкретизировали, задали вопрос. У нас молодежь одна, целая, в городском округе Люберца. И она и волонтерством, и всем, и помогает всеми мобилизованными. Когда была пандемия, она объединилась и помогала непосредственно тем, кому это было необходимо. И сейчас она включена по полной, как говорится, программе в работу, тем более время непростое. И выезжает, я же говорю, и выезжают они в зону проведения специальной военной операции, волонтерств. И помогают здесь всеми мобилизованным. И помогают сортировке и приеме гуманитарного груза, в доставке гуманитарного груза. То есть работа идет. Да. Ну, еще один такой спектр медицина. Без него никуда не денешься. Понятно, что наверняка к вам люди приходят, именно личные вопросы. Но я хотел бы пошире посмотреть, потому что Люберецкая областная больница. Открываются, ну, скажем, возле ЖК самолет, новая поликлиника у нас уже была заведующая и так далее. Вот депутатский корпус следит, каким-то образом участвует в этих процессах. Потому что, ну, наверняка, у нас в чем проблема-то обычно? То, что нам медики говорят, что мы можем открыть что-то, но надо, чтобы еще сотрудники были. Да, потому что для врачей создавать условия – это первое. А второе – сами жители иногда переживают, что если нет специалиста, опять же, за нехватки специалистов, нужно ездить по городу. Ну, вот как-то медицинские вопросы, как депутаты могут поучаствовать? Ну, смотрите, хороший очень вопрос. Ну, вот у нас, это мой избирательный округ номер 4. Как раз я открывал из поликлиника в ЖК самолет. Ну, мы там… Всем вас поздравляем. Спасибо, да. Ну, вот сейчас должна она уже запуститься с середины августа, по-моему, с 15-го должна была вот на той неделе. С 15-го августа должна уже запуститься. Ну, поскольку, может быть, какие-то там еще вот как раз в плане набора ведутся. Мы на связи, на связи с главврачом. Всегда вот поэтому вопрос – это первое. Второе, во-первых, мы… Если вот даже зайти ко мне в аккаунт посмотреть, мы там и зимой были, проверяли, как оборудование там завозили, соответствует ли оно тому техническому заданию, которое было. Смотрели, что там будет все. То есть, это все держали на контроль. О чем я вам говорю, что депутатский корпус ходит постоянно контролировать муниципальные, государственные программы, в контакте с будущим заведующим, если мы говорим про медицину. Какие-то вопросы, проблемы мы включаемся, помогаем, решаем. То есть, не то, что мы пришли как надзорный орган, там, так, а что здесь не сделано, когда будет сделано. Нет, ни в коем случае. Это самый основной момент – это где нужна помощь, в чем нужно помочь. У нас здесь часто бывают медики, да, и открываются новые отделения, и, собственно говоря, оборудование по-прежнему завозится, что нас может не радовать. Но, опять же, возвращаясь к нехватке кадров, о чем я хотел бы задать вопрос. Вот как депутат, насколько мне известно, сегодня многие стремятся в Люберце, ну и сам ЖК «Самолет» об этом говорит, да, потому что люди… Насколько сегодня увеличивается число жителей Люберец, которые приезжают из разных, и получают ли они удовольствие от городского округа, приезжая, например, из каких-то других регионов? Ну, у меня точной цифры нету, сколько приезжает их там сюда еженедневно. Ну, да, но я имею в виду, что это так, визуально. Визуально могу сказать, что у нас строятся новые микрорайоны, и сюда же никого насилия не нагоняют. Конечно, они сами покупают. Они сами покупают квартиру. Значит, жители, прежде чем что-то купить, он же анализирует, смотрит, где, какие инфраструктуры как развиты, какой у него бюджет, хватает, не хватает. И, соответственно, если здесь все устраивает, и совпадает его бюджет или там импотечные программы какие-то, житель приезжает, значит, ему здесь нравится. Единственный вопрос в том, что есть часть жителей, которые купили квартиру для того, чтобы просто переночевать. Есть такие. Да, но все равно они же смотрят логистику, как добраться, как доехать, значит, жители устраивают. Они начинают задавать вопрос, почему нет там супермаркета, или почему детский садик еще одного не построили, или еще что-то. В новых микрорайонах, да, эти вопросы есть, есть инвестиционный контракт, по которому идут исполнения данных вопросов. И мы даем им ответ, если где-то надо, торопим, если где-то, ну, что-то, вот, застройщик. А застройщик реагирует вообще на депутатов? Конечно, конечно. Постоянно на связи, встречаемся, общаемся. Ну, я имею в виду по своему округу, по самолету, когда у нас там было, мы периодически встречались, общались. Ну, поступают вопросы, пока не имеют. Там просто, я знаю, есть проблема открытия магазина большого, все никак. Это в самолете? Да. Будет там сейчас пятерочка будет. Будет, да? Да, а новые, которые там, торговый центр большой, чуть попозже будет построен, там земля отдана. Земля отдана. Земля отдана, да. Ну, я не знаю, по каким причинам, вот на сегодняшний момент, почему там сейчас строитель не строят, ну, не вкладывают туда. Просто ваши коллеги тоже приходили, вот об этом всем рассказывают. Да, будет, будет. Магазин будет. Будет уже хорошо. Да, он будет, причем, вот это не говорит, что, по-моему, сегодня будет, но, я думаю, в следующем году он уже будет стоять открыт. Ну, и, двигаясь к завершению, все-таки и в контексте юбилея, в контексте всего, сейчас будут выборы проходить, за 30 дней до выборов начнется, значит, агитационная работа, как нам Борис Борис Новиков рассказал и так далее. Округ к этому тоже готовится, как и вся страна, но на сегодняшний день вот жизнь в Люберцах с появлением вот Октябрьского проспекта, то есть человек, который на время лета уехал из городского округа Люберц, ну, я уж не знаю, куда, к бабушке, к дедушке или просто отдыхать. Вот, вернувшись осенью, он увидит эти все изменения, какие у него будут ощущения, как вы думаете? Ну, изменения всегда происходят. Ну, вы сказали, там, школа откроется, отремонтированная, вот нам приходили коллеги, рассказывали, капитальный ремонт и так далее. Вот есть какой-то такой совет, когда говорят, вот с 1 сентября у нас вот будет так-то, вот что-то новое откроется и так далее и тому подобное. Или все идет в рабочем порядке для вас и 1 сентября, день знаний, я к этому веду. Ну, конечно, будет в рамках 400-летия, будут открытия у нас и школы будут открываться, и детские садики будут открываться, и дорогу Октябрьский проспект, ну, ориентировочно 7 сентября должна поехать. То есть сентябрь будет у нас сложным в хорошем смысле слова. Конечно, дети же придут, пойдут в школу, записываются уже, проводятся там ремонты, делаются активно все это, активно. Ну, новая школа у Тварицкого, мы буквально были на той неделе, ездили туда, и они там уже заканчивают работу, почти все готово. Даже в класс ходили, да, и парты. И парты уже стоят, и стулья стоят, я был приятно удивлен. Ну что, Александр Ильич, как всегда, спасибо, что пришли в это сложное время, в том смысле, что лето сложное для депутатов, что работа от этого не уменьшается, а погода такая. Мы желаем вам в дальнейшем тоже продолжать эту деятельность со всеми вашими коллегами. Но теперь уже, так понимаю, осенью встретимся, когда подведем какие-то очередные промежуточные итоги. Напомню, что в гостях у нас был первый заместитель писателя Сайта депутатов городского округа Люберцы Александр Леонидович Лопак. Поговорили о депутатах, поговорили о работе и узнали о том, что по 11 отчетов сделали депутаты. Ну, в среднем, в среднем, около 11 отчетов. Это важно, то есть не просто что-то сделать, но еще и рассказать людям, и важно для людей, чтобы люди узнали о том, что было сделано. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пименко. Всего доброго, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!